Меня зовут Сазонов Василий Викторович, я декан факультета космических исследований. Хотел немного рассказать о том, что собой представляет наш факультет, почему мы интересны будущим студентам, возможно аспирантам, и почему мы являемся очень хорошими партнерами для совместных научных исследований и реализации технических проектов. Наш факультет сегодня является самой молодой факультетом в Московском университете. Мы основаны 16 февраля 2017 года. Основная тематика работы нашего факультета, можно сказать, миссия факультета, это фундаментальные прикладные космические исследования и использование результатов космической деятельности. Дело в том, что в России существует великолепная инженерная школа, которая в состоянии сделать космическую технику любой сложности, но вот поставить задачи, ответить на вопросы, зачем летать в космос, как мы можем использовать результаты космической деятельности для улучшения жизни на Земле, каким образом решить в комплексе ту или иную сложную научно-техническую проблему, вот таких специалистов, к сожалению, в нашей стране сейчас не хватает. И наша миссия подготовить ребят, которые смогут решать подобные сложные задачи. В настоящее время у нас функционирует 11 образовательных программ, и это не предел. Мы каждый год добавляем новую образовательную программу. Сейчас у нас 8 программ магистратуры двухлетней, программы подготовки специалистов и две программы аспирантуры. Тематики наших интересов разнообразны. Это и математическое моделирование, методы и технологии дистанционного зондирования Земли, исследования Луны и планет, блок механический, космос и механика, безопасность деятельности в околоземном космическом пространстве, технологии виртуальной смешанной реальности для аэрокосмических систем и тренажеров, космические медико-биологические исследования. Набор наших магистрских программ постоянно расширяется и направлен на то, чтобы подготовить актуальных специалистов, которые сейчас требуются для дальнейшего развития экономики нашей страны в области освоения космоса, космических исследований и использования результатов космической деятельности. Наш факультет — это не только учебные заведения. Мы — это учебно-научная организация, проводим самостоятельные научные исследования, занимаемся реализацией научно-технических проектов. Наши заказчики — специализированные организации, занимающиеся созданием, разработкой и эксплуатацией космической техники, это организация «Контуры Роскосмоса», частные компании. Кстати говоря, в последнее время частная космонавтика в нашей стране набирает оборот. Наш факультет является объединяющей точкой Московского университета в области исследования космоса. Мы работаем со многими подразделениями университета. Нашими основными партнерами являются Государственный астрономический институт имени Штернберга, Научно-исследовательский институт ядерной физики, физический факультет, механико-математический факультет ВМК, геологический факультет, факультет фондовидальной медицины. Вместе мы создаем актуальные образовательные программы и их реализуем. Меня зовут Артем Маркович Савчук. Я заместитель декана факультета космических исследований Московского университета имени Ломоносова. Я хотел бы рассказать вам о нашем факультете, факультете новом, и мне кажется, очень интересным. Прежде всего, давайте определимся с тем, что такое космические исследования. Соответственно, чем будут заниматься наши студенты и наши выпускники. Давайте я попробую привести несколько примеров. Представим себе следующую задачу. У вас есть спутниковая группировка, и вам необходимо снять в определенном диапазоне определенный участок Земли. Что необходимо? Необходимо решить эту задачу наиболее быстро или наиболее дешево, потому что для съемки, возможно, спутникам придется маневрировать, чтобы вызовет затраты топлива. Решать можно по-разному. Вам нужно составить алгоритм и съемки, и, кроме того, передачи данных на Землю. Может быть, спутник передаст эти данные сразу в Центр управления полетами, а может быть, по цепочке от одного спутника к другому. Может быть, вам нужно составить алгоритм, который потребует больших мощностей. Соответственно, применять это будет Центр управления полетами. А может быть, наоборот, малых вычислительных мощностей, так, чтобы сами спутники могли использовать данный алгоритм, принять решение. Тогда это будет задача о системе агентов. Это и анализ дальнего космоса, это и мониторинг планет, и задачи дистанционного зондирования Земли, и задачи навигации, и эксперименты на орбите, в том числе биологические эксперименты. Вот всё это вместе, всё это и есть космические исследования. На этих примерах уже более-менее понятно, какие навыки и умения нужны для космического исследователя. Это довольно хорошая базовая подготовка по математике, по физике, умение обязательно программировать, писать алгоритмы, ну и, конечно, знания в, скажем так, специальных курсах космической тематики, который включает в себя и вопросы околоземного пространства, и астрономические дисциплины и так далее. Так вот, первые три года обучения – это базовая подготовка. Это те самые математика, физика и программирование. Уже потом, на четвёртом, пятом, шестом курсе появляются специальные курсы. Ну, конечно, курсы по космическим исследованиям появляются уже, на самом деле, на третьем. Но на четвёртом, пятом, шестом их большинство. Математика отходит на второй план. Ну и здесь она более сложная. Здесь появляются курсы по машинному обучению, по анализу больших данных. Спасибо. Ждём вас на нашем факультете. Обращайтесь к нам в приёмную комиссию, приходите. Мы рады видеть всех на нашем факультете. Всем привет. Меня зовут Руслан. Я студент пятого курса факультета космических исследований. В рамках своей научной деятельности я занимаюсь моделированием и оптимизацией передачи данных между спутниками. В числе информации могут быть местоположения, состояние бортовых систем или полезная научная информация, полученная в ходе экспериментов. По сути, я разрабатываю приложение, которое симулирует то, как спутники передают друг другу информацию. Такое приложение может быть полезно для различных корпораций или научных центров, которые разрабатывают космические аппараты или целые группировки спутников, а также занимаются их запуском. Такое приложение должно помочь этим компаниям оценить эффективность передачи связи, то есть понять, насколько спутники могут быстро, надежно и эффективно передавать имеющуюся на борту информацию. Дело в том, что космические сети очень отличаются от тех, что находятся у нас на Земле, например, от того же интернета. Связь между любыми двумя точками на Земле идет с задержкой буквально в миллисекунды, а в космосе она может достигать минут и даже больше. Происходит это именно из-за большого расстояния и всевозможных помех, которые возникают при транслировании сигналов. В своей научной деятельности я активно использую алгоритмы на графах для того, чтобы представить любую космическую сеть в виде меняющегося во времени графа, а также использую программирование. Я пишу весь код с нуля на C++ под Линуксом, а для красивого интерфейса я использую фреймворк QT. Полученные в ходе симуляции данные я обрабатываю с помощью Python для того, чтобы визуализировать их в виде наглядных графиков, которые позволяют оценить, насколько один или другой алгоритм маршрутизации выгоднее и позволяет передать больше информации. Сейчас я занимаюсь распараллелением программы, чтобы она работала одновременно на нескольких потоках. Это, во-первых, позволит сделать само приложение быстрее, а во-вторых, такой подход реалистично передает то, как спутники действительно ведут себя в открытом космосе, то есть независимо друг от друга. И напоследок я хотел бы пригласить всех на наш факультет, ведь то, что я сейчас вам рассказал, это лишь один из векторов направлений. Вы можете взять то, что вам ближе по душе. У нас много разных направлений, и если вы болеете космосом, и вам хочется связать свою жизнь с этим, то факультет космических исследований — это, наверное, самое лучшее место для этого. Здравствуйте! Меня зовут Лаврухина Настя, я студентка пятого курса факультета космических исследований. Моя научная работа связана с применением методов машинного обучения к астрономическим данным. Современные астрономические обзоры, такие как, например, ZWIKI Transient Facility, которые создаются на Поломарской обсерватории, содержат миллионы кривых блеска. Кривая блеска — это измерение звездной величины или блеска от наблюдаемого объекта. Например, наблюдая кривую блеска звезды и наблюдая некоторую периодичность, мы можем предположить, что вокруг звезды обращается некоторая планета. Чтобы эффективно решать задачи классификации поиска аномалий в данных такого объема, необходимо применять автоматические методы обработки. В последнее время эти задачи все чаще решаются при помощи методов машинного обучения. В рамках своей работы я занимаюсь подготовкой данных для обучения моделей, разработкой признаков, полезных для дальнейшего решения задач, а также непосредственно обучением моделей. В своей курсовой работе я решаю задачу поиска вспышек красных карликов в данных ZWIKI Transient Facility. Красный карлик — это тип звезд, который характеризуется малым размером и относительно малой светимостью. Красный карлик — это самый распространенный тип звезд в нашей галактике. Изучение вспышек красных карликов важно для исследования экзопланет, так как во время вспышки происходит большое выделение энергии в ультрафиолетовом спектре, что может повлиять на обитаемость соседних планет. Кроме того, составление выборки статистически значимых размеров поможет в дальнейшем изучении объектов этого типа. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Сергей Морозов. Я ответственный секретарь приемной комиссии факультета космических исследований и хочу рассказать вам по поводу поступления на наш факультет. Наш факультет ведет набор на программы специалитета, шестилетнее обучение, программы магистратуры для выпускников бакалавриата других вузов и программы аспирантуры. Я подробнее расскажу о поступлении на программы специалитета. Мы ведем набор на 30 бюджетных мест. Количество бюджетных мест постоянно увеличивается. Мы начинали с 20, сейчас 30. В будущем ожидаем дальнейшего расширения. Для поступления на специалитет вам необходимо сдать следующий набор вступительных экзаменов. Это ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по математике «Профиль» и ЕГЭ по физике или информатике на ваш выбор. Сверх 400 максимальных баллов, полученных за перечисленные экзамены. Также вы можете получить 10 баллов за индивидуальные достижения. Это красный аттестат школы, это значок ГТО и выпускное сочинение. Помимо этого мы учитываем широкий набор олимпиад, со списком которых вы можете ознакомиться на нашем сайте. Из суммарных 410 баллов проходной у нас составлял в разные годы от 319 до 361. Как видите, проходной балл колеблется в широких пределах. Это зависит от успехов в среднем по стране в конкретном году в сдаче школьниками ЕГЭ, от того, как школьники напишут дополнительное вступительное испытание в МГУ, и сколько они подадут к нам дипломов олимпиад и многих других факторов. Таким образом, при поступлении рекомендую вам ориентироваться не на проходной балл прошлого года, а получать актуальную информацию о состоянии конкурсных списков от приемной комиссии. Как видите, правила поступления достаточно просты и понятны. Я думаю, что процесс поступления для вас не составит большого труда, и вы при желании сможете легко к нам поступить. Ждем вас в приемной комиссии. Субтитры создавал DimaTorzok